добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал в этом видео я хочу поделиться своей идеей как обтягивать елочные шары шелком расскажу все о шелке задекорируем красиво шарики в общем готовимся к новому году и теперь давайте приступать я использую armani шелк не обращайте внимание что он мятый это нам не важно этот шелк практически не тянется и с одной стороны он более матовый а с другой стороны глянцевый и нам нужно будет именно глянцевая поверхность ширина отрезка у меня около 30 сантиметров но для шарика 8 сантиметров достаточно будет 25 сантиметров иначе будут будет много складочек я делаю себе пометочку насечку и разрываю ткань почему именно разрываю потому как armani шелк очень сильно сыпется и резать его лучше не рекомендуется у меня получился вот такой вот квадрат повторюсь что для шарика 8 сантиметров достаточно квадрата 8 на 8 25 на 25 сантиметров извините обтягивать я буду шарик 8 сантиметров ссылку где я покупаю шары я оставлю в описании под видео покупаю всегда шары через instagram для того чтобы удобнее было нам зафиксировать шарик я обычно использую бобину от скотча кладу и на эту бобину я посередине стараюсь разложить свой квадратик глянцевой поверхностью вниз убираю все ниточки чтобы они в дальнейшем нигде не проглядывали располагаю шарик посередине и начинаю собирать ткань вокруг колпачка колпачок я не удаляю заранее в дальнейшем объясню почему собираю образовывая складки и складки должны получиться так чтобы они все были равномерными чтобы не получилось где-то больше где-то меньше склада где-то очень маленькие где-то наоборот очень большие сначала я просто собираю рукой и придерживаю второй рукой затем плотно фиксирую в одной руке подтягиваю все складочки затем беру нитку нитку берите потолще и несколько раз обкручиваю вокруг шарика и нитка у нас должна быть зафиксирована именно под колпачком именно для этого колпачок я не удаляю для того чтобы нитка зафиксировалась ну и потом неудобно возвращать обратно на место колпачок нитку я натягиваю очень сильно очень плотно сначала фиксирую в несколько раз для того чтобы нитка не сильно еще была зафиксирована и я смогла посмотреть где какие складочки еще можно убрать так как натягивая нитку ткань фиксируются и складки еще можно успеть все расправить этому процессу нужно уделить особое внимание тут не нужно спешить и после того как меня все складочки так сказать устроили я фиксирую еще несколько раз нитку затем завязываю узелок с одной с другой стороны и лишнюю нитку срезаю затем еще немножечко расправляю если где-то какие-то складки меня не устраивают но лучше стараться это делать заранее так как нитка уже зафиксирована надежно вот такой вот шарик у нас уже получился красивый пудровый цвет очень модный во всех сезонах нового года и теперь нам нужно лишнюю ткань всю срезать я беру по несколько кусочков не не стараюсь всю ткань сразу отрезать и отрезаю по колпачку сначала я срезаю самую длинную ткань так сказать и после этого я уже делаю аккуратный ровный хвостик у нас получается очень красивые такие рюшечки и срезаю стараюсь так чтобы все у нас было одинаково на одном уровне после чего нужно все обязательно запаять так как я говорила вначале что армане очень сильно сыпется этот шелк и я прохожу зажигалкой аккуратненько по всей по всем нашим рюшеком так чтобы запаять но при этом не ткани и спалить и не обжечь чтобы не было некрасивых жженых поверхностей затем вдеваю петельку петельку я обычно делаю из люрексового жгутика декор у меня будет в золоте соответственно и петельку я делаю тоже из золотой золотого жгутика хвостики срезала и запаяла краешек теперь нам нужно запрятать нитки которыми мы фиксировали саму ткань я беру атласную ленту шириной 0 6 миллиметров в тон ткани и фиксирую обматывая вокруг колпачка на несколько раз атласную ленту и закрепляю горячим клеем таким образом у нас еще дополнительная фиксация ткани и плюс мы прячем наши белые нитки они не должны проглядывать шар готов к декору и в первую очередь я хочу с двух сторон обклеить обтянуть так сказать шарик стразовой нитью стразовые нити я всегда все покупаю на алиэкспресс для начала я обтягиваю шарик стразовой нитью примеряю сколько мне нужно отрезаю ее и затем уже начинаю приклеивать и приклеиваю я всегда к разделительной черте которая находится на самом шарике очень сложной работы с армане шелком и клеем почему потому как на он ткань очень нежная и тонкая и если одно неправильно какое-то движение клей сразу виден работа считая на смарку поэтому я использую клей с тоненьким носиком не один раз уже рассказывала в видео про шарики про этот клей это может быть е6000 е7000 b6000 в общем этот клей с тоненьким носиком и с ним довольно работать удобно ну и плюс к армане шелку приклеивается все довольно долго теперь рамочки как сделать рамочки я уже показывала в одном из видео не буду останавливаться на этом ссылку на видео я оставлю в описании под самим этим видео рамочки я уже приклеиваю на горячий клей нанесла горячий клей и располагаю по центру я обычно не замеряю ничего заранее куда мне клеить я всегда все делаю на глаз и посередине я приклеиваю медальон тоже который делала из глины также в середину можно приклеить не медальон а допустим любую другую брошку в общем все что вашей душе позже захочется пожелает ваша душа затем я добавляю еще вокруг рамочки с одной из другой страны стразовую нить приклеиваю от колпачка к низу завожу там где у меня расположена первая часть так сказать стразовой цепи и все то же самое проделываю с другой стороны здесь у меня немного руки ушли из кадра но принцип понятен как это делается и кстати вот именно в этом моменте когда руки ушли из кадра у меня стразовая цепь съехала и испачкала бархат и бархат в таком случае можно спасти не бархат простите шелк шелк можно спать спасти протерев его спиртом должно не должно по идее остаться никаких следов теперь переходим бантику для бантика я подобрала в тон атласную ленту шириной 4 сантиметра и разрезала на три полоски длиной по 20 сантиметров предварительно обязательно запаиваем края чтобы не крошилась лента и теперь сшиваю сам бантик сначала я нахожу складываю пополам и нахожу середину и сшиваю один бантик прошила стянула обмотала в несколько раз и завязала узелок и этот бантик я просто пока откладываем затем проделываю все то же самое только я сшиваю два бантика не убирая нитку так чтобы на нитке у нас оказались оба бантика все то же самое нахожу серединку прошиваю иголку не убирая и не стягиваю и тут же сшиваю вторую часть бантика нахожу серединку сшиваю и затем уже оба эти бантика я стягиваю обматываю вокруг серединки и фиксирую несколько раз на узелок и таким образом меня бантик будет состоять из двух частей немного бантик расправила чтобы он был попышней затем приклеиваю первую часть которая состоит из двух бантиков приклеиваю колпачку и приклеиваю тоже на горячий клей и затем фиксирую наш одиночный одинарный бантик брошку я приклеиваю тоже на горячий клей броши кстати я тоже все заказываю на алиэкспресс это брошь у меня с креплением но я не креплю на это крепление мне не нравится как потом брошь смотрится я крепление всегда удаляю и приклеиваю к бантику на горячий клей пудра и золото всегда это очень выигрышный вариант смотрится безупречно красиво ну и плюс я говорю что пудра уже очень много лет до сих пор фаворит цвета среди любителей украшать елку брошь приклеили и на этом наш шарик готов работа получается очень аккуратный и в принципе не такая затратная по времени вот так вот выглядит готовый шар и он очень смотрится аккуратно иногда даже люди путают что это покраска или это шелк всем пока пока до новых встреч ждите новые видео